У нас с вами сейчас по теме жесткая репродукционная система и возможности и способов повышения функций зачатия и работы вообще в этом ключе. Значит, здесь больше информации будет скорее словесной, чем практической, однако практической тоже будет. И практической я скорее буду давать больше в плане рекомендаций, в плане каких-то основных направлений, потому что все движения, которые мы с вами будем делать, они относятся в большей части к комплексу работы с органами малого таза, с внутренними практиками, касаемо работы отверстий выходных из малого таза, это анальные сфинктеры, это мышцы влагалища. Это будет касаться репродуктивной системы с точки зрения регуляции гормональной функции. Об этом сегодня поговорим подробно. То есть те движения, которые мы с вами в любом случае будем затрагивать, когда мы коснемся тазобедренного сочленения, поясничного отдела крестцового, отдела органов малого таза. То есть у нас будут кое-какие перекликания в плане практики, поэтому я здесь предпочту скорее вас сфокусировать на такой важной части информации, получения теоретического. Он не теоретический, он научный немножко такой, чтобы вы понимали, как это вообще все действует, как это регулируется, как это происходит у нас с вами, и чтобы у вас расслаблялся мозг, как мы вчера и договаривались на тему того, что это такое, как это делается, что... Как это пережить. Да, как это пережить вообще, как к этому подготовиться. Значит, давайте мы с вами вот о чем поговорим, о том, что у нас с вами женская репродуктивная система и вообще женский организм, по сравнению с мужским организмом, это очень сильная гормонально зависимая система. Очень сильно. То есть весь наш с вами жизненный путь женщины, раз мы родились женщинами, складывается, исходя из того уровня гормонов, из того уровня минимального или максимального количества, энного количества, энных веществ в той или иной момент жизни и возможностью протекания таких жизненно важных процессов, как менструальный цикл, как возможность забеременеть, возможность зачать или невозможность на определенном этапе это сделать, как возможность правильно себя восстановить, как возможность отсрочить немножко наступление бактерического периода, потому что это важный тоже этап, это резко гормональный сбой в организме женщины. То есть то, как наш с вами организм работает внутри себя, исходя из своих собственных функций, как он саморегулируется. Потому что мужской организм регулируется значительно проще здесь. Женский организм очень сложно устроен, и мы сейчас это дело все будем с вами разбирать. Начнем с того, что поговорим немножко о менструальном цикле, потому что это является важнейшим звеном, касаемо регуляции работы женской системы, да, и касаемо возможности зачатия, возможности вынашивания ребенка и т.д. и т.п. Мы все с вами прекрасно знаем, что в среднем, в среднем, в менструальный цикл 28 дней где-то делится. Но нам бы желательно залезть немножко вглубь этого процесса и поговорить о следующем. У нас есть с вами две фазы, выделяют две основные фазы в период менструального цикла. Первая фаза – это эстрогеновая фаза. Это первые 14 дней. Мы берем условный цикл, средний. Понятно, у каждого он свой, приблизительно давайте отталкиваться от средних показателей, чтобы просто быть в одном ключе работать, да. Значит, первые 14 дней проходит у нас под воздействием гормона эстрогена. Это женский половой гормон, который вырабатывается половыми органами, который вырабатывается сферой мочеполовой системы, яичниками в частности. Частично печенью вырабатывается, поэтому печень тоже очень важный для нас с вами инструмент работы. Об этом не надо забывать. Об этом очень мало, когда говорится во врачебной практике, когда вы приходите, например, на консультацию к врачу или касается дела все вопросов возможности зачатия, беременности, ведения беременности, планирования беременности. То есть вот соединение всех вопросов, всех моментов, касаемо продолжения рода, да, и просто регуляции своей системы. Всегда очень сильно говорится о том, что да, гормоны влияют, да, они есть, да, вот яичники должны работать, ла-ла-ла. Но очень редко, когда говорится, что печень, например, орган, который, в принципе, здесь носит опосредственный характер, очень серьезно сказывается на работе эстрогеновой системы организма, так как он накапливает гормон эстрогена. А повышенное содержание гормона эстрогена не всегда хорошо в определенной фазе цикла. Так вот, в первую фазу цикла, когда мы с вами развиваемся и формируемся под влиянием эстрогена, мы с вами чувствуем себя очень активно, очень бодро, очень подвижно, сильно, достаточно беспроблемно с точки зрения здоровья, самочувствия, то есть нам с вами хорошо, весело, бодро. Ну, это классический пример. Не обязательно, что он у каждого протекает так, да. Сейчас уже те, кто беременны, наверное, забыл, что значит эстрогеновая фаза менструального цикла. Но в любом случае вспоминайте, как это было, и учитывайте это впоследствии, когда будете регулировать, опять восстанавливать свой менструальный цикл после беременности. То, что для восстановления потребуется определенное время, чтобы вы знали, как себя отслеживать, правильно ли у вас идет практика, правильно ли протекают все процессы. В эстрогеновую фазу формируется внутренний слой матки, формируется фолликул и несколько фолликулов сразу, которые впоследствии являются носителями яйцеклетки и, как следствие, возможности ее совокупления с сперматозоидом и зачатия плода. Значит, первые 14 дней у нас посвящены вот этой активной, достаточно активному настроению, активной практике. Здесь же рекомендуется активная практика, хорошая, сильная, с учетом возможностей женщины, с учетом ее самочувствия, вы можете вполне, например, даже если вы, допустим, захотите посетить класс там аштанга, виньяса йоги, можете это сделать в первую фазу, внестроенную цикл, это меньше вред принесет, потому что здесь гормоны не сбиваются, здесь нормальная идет работа регуляции гормонального фона. Если вы захотите посетить какие-то мероприятия достаточно активного или экстремального вида спорта, пожалуйста, здесь это очень хорошо работает, потому что таким образом вы стимулируете понижение общего уровня гормонов, то есть не накопление в какой-то одной конкретной части, а расстилание всего этого уровня гормонов по всему организму, то есть вы равномерно себя гормончиками обеспечиваете. По прошествии от этих первых 14 дней, когда стадия развития фолликула произошла до определенного момента, происходит у нас свой процесс амуляции, 14-16 день. Опять мы берем усредненно, всегда это очень индивидуальные параметры, Это настолько система, не подвластная пока изучению и не подвластная четким констатациям фактов, что ученые не могут до сих пор, ни медики, ни ученые, изучающие эту сферу, ни пренатологи, ни неонатологи, ни какие-либо другие деятели, касающиеся работы женской половины системы, не могут до конца определить, почему именно в этот день фолликул, разрываясь, выходит, вернее, выпускает яйцеклетку и выходит уже в полость фолликовой трубы и движется по направлению к матке. То есть здесь природа нам опять дает загадки. Мы не можем четко регулировать этот текущий, мы можем стараться налаживать эту систему.